И, как обычно, время подошло к еженедельной 10-ти минутке общения с Майклом Бруком, начальником Бюро расследования несчастных случаев и автодорожных происшествий. Майкл, ну, как обычно, ещё до начала нашей беседы уже по компьютеру набежало много вопросов к вам. Вот такой вопрос задаёт радиослушателей по имени Антон. Он работает водителем грузовика, как здесь говорят, трак-драйвер. И его интересует, что будет, если его машину подрежет другой автомобиль, а он из-за этого попадёт в аварию. Будет ли тот водитель, который его подрезал, отвечать за это? Что вы на это скажете? Здравствуйте, Александр! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Желаю всем здоровья, желаю всем, чтобы с вами никогда не происходили никакие травмы. Но если всё-таки несчастье случилось, не дай Бог, имейте с собой мой номер телефона 718-256-5610. Запишите свой мобильный и всегда носите с собой. Не дай Бог, что-то произошло, я всегда приду к вам на помощь и свяжу вас с адвокатом в любой день недели, в любое время дня и ночи. Итак, ещё раз, мой телефон 718-256-5610. Майкл Брук. Запишите и всегда носите с собой. В штате Нью-Йорк и в штате Нью-Джерси, если между машинами не было соприкосновения, то водители не отвечают. А если было, то тогда отвечает тот, кто больше виноват. Поэтому обычные оправдания одного водителя, что его подрезали и поэтому он совершил аварию, не принимаются во внимание. А вот если есть хотя бы малейшее соприкосновение и есть хотя бы какая-то крохотная царапина, которая подтверждает тот факт, что это соприкосновение было, то это полностью меняет дело. Поэтому я всегда советую позвонить мне сразу с места аварии и я вам сразу скажу, на что обратить внимание. Второй очень важный момент в этой ситуации – это пострадало ли здоровье водителя. И если его здоровье не пострадало, то тогда адвокат не нужен и не положен. А если у него появились хотя бы какие-то отклонения здоровья, которых не было до аварии, то тогда это дает ему право проверить, насколько эти отклонения серьезные и сразу же получить помощь от адвоката. В связи с этим мой совет – обратить внимание на все, что происходит с вашим состоянием после аварии и сразу же сообщить мне об этом. Приведу такой пример. Ко мне в службу позвонил водитель грузовика, которого тоже подрезали, и он врезался в дорожное ограждение, так как объяснил происшествие нам по телефону, что вот меня подрезали, и я врезался вот в это дорожное ограждение. Я ему посоветовал, если у него есть силы, быстренько выйти из машины и проверить, есть ли там свежие царапины на той стороне машины, с которой его подрезали. Он вышел и действительно эту царапину обнаружил и даже сфотографировал ее своим телефоном. После этого я его спросил, как он себя чувствует. Он сказал, что у него очень сильные бори, потому что удар о заграждении был очень серьезным, с большими последствиями. Я дал ему адвоката, который доказал, что все повреждения его машины и его здоровье являются следствием вот этого первоначального небольшого удара, который нанес ему другой водитель, и в результате он потерял управление и уже потом врезался вот в это заграждение. В результате он получил, мой адвокат, для этого водителя полный страховой полюс виновника, который составил 100 тысяч. Так что, если, не дай бог, что-то подобное происходит, то просто как можно быстрее звоните мне по телефону 718-256-5610. В любое время дня и ночи, в любой день недели я немедленно приду к вам на помощь. Итак, еще раз мой телефон 718-256-5610. Если вдруг нет под рукой, то на интернете, в любом месте вы можете набрать michaelbrook.com. Там пишется B-R-O-O-K. И там есть все мои координаты. 718-256-5610. Спасибо от имени Антона. И давайте послушаем Михаила. Михаил, ваш вопрос. Майкл, здравствуйте. У меня страховка на моей машине 100 на 300. Тут в меня врезался молодой парень на стареньком Ниссане. А у него страховка маленькая, 25 на 50. Как вы думаете, сколько я смогу получить в такой ситуации? Сумма, которую вы можете получить как компенсацию за материальный ущерб и за ущерб, нанесенный вашему здоровью, определяется в основном диагнозом, который поставят доктора. То есть, если ущерб значительный, а страховка маленькая, то сумма компенсации не сможет превысить предел страховки. Но в вашей ситуации, если ваша страховка на машину 100 на 300, то это означает, что первым делом надо проверить размер специальной дополнительной страховки, которая называется Uninsured Underinsured Motorist. Эта дополнительная страховка, как правило, совпадает с основной по своим лимитам. Но бывают случаи, когда, например, страховой брокер в целях экономии для своего клиента уменьшает это дополнительное покрытие. Если это специальное покрытие окажется 100-300, такой же, как и ваша основная страховка, то это означает, что в случае тяжелых травм адвокат, который я вам дам, сумеет получить полный страховой полюс виновника, а после этого будет пытаться получить разницу. То есть, оставшиеся 75 тысяч для одного человека или 250 тысяч, если в вашей машине несколько тяжело пострадавших. Я приведу такой пример. Ко мне обратилась семья, муж с женой, которые попали в аварию, потому что в них врезался человек, который ехал с боковой улицы и не остановился на знак стоп. У него оказалась минимальная страховка 25-50. А у семьи, которая ко мне обратилась на их машине, страховка была 250-500. И это специальное покрытие, Uninsured Underinsured Motorist, тоже 250-500. В результате аварии у мужа, который сидел за рулем, был перелом двух ребер, а у жены перелом руки и сотрясение мозга. Я дал им очень хорошего адвоката, и этот адвокат в течение двух месяцев сумел получить 50 тысяч со страховки виновника, а потом начал специальную процедуру, которая называется arbitration, и с их собственной страховой компанией в результате было заключено соглашение. И через 8 месяцев они получили еще 240 тысяч со своей страховки. Ну и, разумеется, отдельно было полностью оплачено их лечение, и обо всем этом позаботился мой адвокат, которого я им дал. Страховку им не увеличили, так как мой адвокат доказал, что водитель, который не остановился на стоп, виноват на 100%, а они вообще не виноваты. Хотя изначально страховка виновника пыталась доказать, что их клиент виноват только на 70%. Так что, если, не дай бог, что-то подобное происходит, как можно быстрее звоните мне по телефону 718-256-5610. 718-256-5610. Сохраните в свой мобильный и всегда носите с собой. 718-256-5610. Спасибо от имени Михаила. И у нас есть время, чтобы выслушать Марту. Марта, милочки, просим. Здравствуйте, Майк. У меня вопрос. Я пошла в магазин покупать подарок своему дедушке к 9 мая. А там на подходе экскаватор раскопал асфальт. Какую-то трубу выкапывали, меняют. Я не заметила, сразу наступила на край, полетела вперед и очень сильно повредила плечо. Могу ли я получить компенсацию каким-то образом? Я очень сожалею, что такое ужасное несчастье с вами произошло. И, разумеется, я сразу же свяжу вас с адвокатом, который, даже не сомневаясь, сумеет получить для вас большую компенсацию за весь ущерб, нанесенный вашему здоровью. Потому что в данном случае я вижу явную вину тех, кто раскопал асфальт и не обеспечил безопасного прохода для пешеходов. Во всех таких ситуациях адвокат доказывает два момента. Первый – это то, что есть чья-то вина в падении человека, а второй – тяжесть травм и какие последствия у него останутся от этих травм на долгие годы или навсегда. От всего от этого потом зависит сумма денег, которую он для вас получит. Я приведу такой пример. Ко мне обратилась тоже женщина, которая шла мимо магазина и смотрела на витрину и не заметила, что перед ней не огорожена яма, в которой меняли какой-то кабель. Она наступила ногой, зацепилась, полетела вперед и сломала себе плечо. Пришлось сделать операцию и собирать круглую косточку, которая входит в плечо, буквально по кусочкам. Я дал адвоката, который специализируется на подобных происшествиях. Этот адвокат судил и магазин, так как это была их территория, и компанию, которая занималась ремонтом кабеля и не огородила эту яму. В результате, по совокупности, он получил для пострадавшей женщины полтора миллиона долларов. Итак, если, не дай бог, с вами произошло несчастье, сразу же звоните мне по телефону 718-256-5610. 718-256-5610. Запишите свой мобильный и всегда носите с собой. Если у вас вдруг под рукой не оказалось моего телефона, то в любом интернете, в любом месте вы можете набрать michaelbrook.com. Брук пишется B-R-O-O-K. Там есть все мои координаты. Итак, еще раз мой телефон 718-256-5610. Или вы можете сохранить мой сайт на своем телефоне в виде иконки, и он тоже всегда будет у вас под рукой. michaelbrook.com. В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 2-5-6-5-6-10. Субтитры создавал DimaTorzok